Есть такая цифра больше. Одна из главных экономических страшилок последнего времени это вторая волна кризиса. Причем финансисты стали ее пугать еще и когда и первая не спала. Теперь же крайне мало поводов для оптимизма. Нефть дешевеет, доллар укрепляется. Банкирам, которым во время прошлых экономических катаклизмов помогли удержаться на плаву, тоже придется не сладко. Государство подготовило им крайне неприятный презент. Автор знаменитой стратегии развития России до 2020 года предлагает уже в следующем году обязать банки увеличить собственный капитал до миллиарда рублей. Как это отразится на региональных учреждениях? Все ли выживут? В чужой карман заглянул Ян Налимов. Давайте внимательно посмотрим на наш в масштабах страны малый и средний банковский бизнес. Отметим, что мы анализировали только банки, зарегистрированные в Самарской губернии. Филиалы федеральных банков мы не оценивали. Итак, рэнкинг самарских банков по размеру капитала на мае 2012 года. Таблица 1. Капитал. Нужно отметить, что наши банкиры работают с опережением. Согласно данным Центробанка, уже в мае 2012 года первые 8 банков спокойно могут выполнить требования о капитале, превышающем 1 миллиард рублей. Совершенно отдельно в этом ряду стоит Русфинансбанк. Подчеркнем, что, строго говоря, это и не региональный, это федеральный банк, принадлежащий французской группе Сосетет Дженераль. Но, так как он зарегистрирован в Самаре, то объективно он наш, местный. Обратите внимание, что его капитал превышает 25 миллиардов рублей. И если вы сравните его с капиталами других банков, тех же Первобанка и Газбанка, идущих на втором и третьих местах, вы поймете, почему я говорил о региональных банках, как о малом и среднем бизнесе. Естественно, банковском. Отметим, что практически все банки в губернии готовы к увеличению капитала до 300 миллионов рублей. Проводить декапитализацию в 2015 году придется и по зембанку, и Народному инвестиционному банку. Итак, отношения банкиров с властью складываются. Они соблюдают все требования ЦБРФ. Интересно, как относятся к банкам наши земляки. Начнем мы с вкладов физических лиц. Таблица 2. Вклады физических лиц. Обратите внимание, что самые большие банки по размерам капитала далеко не лидеры в привлечении наших с вами вкладов. Лидируют Автовазбанк, Первобанк, Фиабанк и Газбанк. На 10-м месте Русфинансбанк. Теперь будет интересно посмотреть, сколько и у кого жители Самары занимают. Таблица 3. Кредиты физическим лицам. Отметим, что кредитуются наши земляки активно, значит, не все плохо у них и с доходами. Безусловный лидер – банк с европейскими акционерами, большими капиталами и, кстати, специализирующийся на потребительском кредитовании. На втором месте Газбанк, но его отрыв от лидера вы и сами видите. Очевидно, что кредиты люди не всегда возвращают. Посмотрим на данные о просроченных кредитах физических лиц. Таблица 4. Кредиты физических лиц. Просроченная задолженность. Очевидно, что кто больше всех выдает, тот должен иметь и самую большую просроченную задолженность. Что интересно, идущий на втором месте по выдаче кредитов Газбанк в этом не самом приятном рентинге – третий. Итак, отношения с жителями Самары более-менее понятны. Рассмотрим, как относятся к самарским банкам самарские бизнесмены. Пойдем по привычному пути и посмотрим, где хранят средства предприятия и с чьей помощью осуществляют финансовые операции. Таблица 5. Средства предприятий и организаций. Судя по всему, с юридическими лицами успешнее всех работает Первобанк, входящий в империю господина Михельсона, а на втором месте идет Газбанк. Отметим, что Первобанк – и крупнейший кредитор бизнеса Самарской губернии. Обратите внимание на следующую таблицу. Таблица 6. Кредиты предприятиям. И не такой радостный, но тоже очень важный рентинг. Просроченные задолженности самарских предприятий самарским банкам. Таблица 7. Просроченная задолженность предприятий и организаций. Здесь лидирует Автовазбанк, который находится на восьмом месте в рентинге по привлечению средств предприятий. Хочу обратить ваше внимание, что у банка приоритет, судя по отчетам, вообще нет просроченной задолженности. То есть ему предприятия отдают долги вовремя. И, наконец, главное – прибыль. Посмотрим на эти цифры. Чистая прибыль – таблица 8. Очевидно, что самая большая прибыль в рублях будет у самого большого банка. Еще я бы обратил внимание на то, что начал получать прибыль банк «Солидарность», хотя долго и стабильно он показывал убытки. Очевидно, что трудности, связанные с этапом санации, поглощения и интеграции банка потенциал прошли. Итак, пока большинство самарских банков выглядит уверенно. Как мы убедились, и собственных капиталов у них хватает. Пока. И прибыль они получают вполне достойную. А вот что с ними будет происходить в дальнейшем, увидим и оценим вместе.